Всем хеллоу, с вами Сайнчоус, и свершилось невероятное, я собираюсь играть за более-менее адекватного правителя в ТНО, а именно за Василевского. Наконец-то уже в Центральной Сибири. На самом деле он появился только с последним обновлением, как и Новосибирск, так что за него я вообще не знаю, как геймплей проходит. Но больше всего меня интересует, что у него откуда-то есть дивизия вертолетчиков. Он находится на самом конце России, даже на территории, где русские живут, а наполовину в Танутуве, наполовину в Монголии. Вот эта история меня больше всего интересует. Ля какой конь стрёмный. История у нас интересная. В общем, когда нацисты рвали и метали под Москвой, своими танками и Блицкригом, поражая умы там всяких Гутрумов и прочих Вагнеров, генерал Василевский с верными частями решил отступить на всякий случай. Ну и решил немного перебдеть и, в общем, отступал до Монголии и Тувы, так как он не хотел, как ЗРФ, страдать от разрушающих бомбежек люфтвафферов. Но страдать всё равно пришлось. На Дальнем Востоке его с пламенным приветом и распростёртыми руками встретила японская императорская армия. Потому что хитрые кавайщики тоже хотели оторвать свой кусочек от территории СССР и его союзников себе. Но вы знаете, этих япожек им бы только с криками бонзай на своих самолётах бросаться на американские линкоры. Поэтому мы перегруппировались, собрали местные силы и даже смогли удержать некоторое количество территорий. Ну, в общем, мы устояли, но появилась такая проблема. Вот когда эта канитя вся происходила с войной с Японией, нам не было особо дела до проблем нацменьшинств. А сейчас, так сказать, обострилась национальная ситуация в регионе. Есть как бы русские и вот местные аборигены. И как бы все равны, но вот так вот получилось, что русские всё-таки ровнее. Ну и того монголиане от своих притязаний не отказываются. Тем более, если Красная Армия хочет вернуться и надавать лещей германскому рейху, то монголы-тувины больше недолюбливают япошек. А идея воевать и против тех, и против других даже язву не вкатывала. Так что нужно будет решать, какая палочка-твикс нам нравится больше. Ситуация у нас такая же интересная, как и история. С одной стороны, это просто полный харчок с трехстами тысячами населения. Что просто ни о чём. Промышленность, естественно, слабенько. Блин, это Алтай и Монголия. Горы и пустыни, блин. Хорошо, что у нас хоть какие-то заводы есть, а то пришлось бы всех солдатиков отправить каких-нибудь коней пасти. А что здесь ещё делать в этой Монголии? Но при этом у нас есть остатки Красной Армии. А также местные кулибины, которые создали, как я и говорил, вертолётную дивизию. Как вообще? Мне так и не рассказали, как она появилась. На этом харчке территорий, поясните, мне же интересно. Конечно, она маленькая и не полностью оснущена, но, блин, это вертолётная дивизия. А также у нас есть слабенькая танковая дивизия. А кроме всего этого, у нас ещё и почему-то среди генералов есть Брежнев. Брежнев как бы не особо военный, не, он, конечно, служил, но это вроде был не его особенный специалитет, ну да ладно. А не, ну шутил, бровястик реально был генералом. И, в общем, на что тогда наша армия всё-таки способна? Правда, наши солдаты сами немного охреневают, что они, блин, находятся в какой-то Монголии, и что они здесь вообще забыли? Поэтому дебафики идут, но я думаю, с этим мы как-нибудь разберёмся. Ну, хотя бы не по-свински наши солдатики относятся к местному населению. Это что вообще не кислые бонусы даются? Но при этом имеются и некоторые внутренние споры насчёт того, а нахрена вот этот вот интересный совет был создан? Потому что некоторые не понимают, некоторые понимают то не до конца, а некоторые понимают вообще по-другому. И эту проблему тоже придётся решать. Да, и у нас и сборище. Кто-то ещё в 41-м из Белоруссии из котлов выбирался. Кто-то ещё с тех времён, когда было действующее советское правительство пограничником служит. Кто-то вообще монгол, который поступил на службу потому, что его родная деревенька задолбала. Но учитывая наши территории, кроме своей деревеньки он может увидеть только соседскую. Если, конечно, не доживёт до завоевания России. И русским, понятное дело, хочется домой. Особенно, я думаю, омсковичу. У нас тут у соседей войнушка. По-моему, монголы просто восстали против епошек. Собрали тут Орду. 23-24 тысячи лошадей. И воюют с Минзианом. Если им не повезёт, воевать с Минзианом придётся уже мне. Ох ты же нихрена, какой у нас интерфейс. А, мы даже нашу армию сможем модернизировать. Интересно. А, ну тут борьба армии с гражданскими. Считай русских с монголами. Ну и наследие сибирского плана. Что вообще для всего центрально-сибирского региона? Бляда, политикал пауэр у меня точно не будет задерживаться. О, да я могу ещё отдавать регионы под управление каких-либо фракций. А это что, Европа универсалис 4? Правда, тут не буржуаи и клерки, а как? Это, очевидно, гражданские и военные. Но военные уже контролируют западную Монголию. Может мне козыла дать гражданским? Надеюсь, пояке не сильно обидится, но если что, я сохранился. Успитесь там хорошего настроения. Ну нет, непорядочно. Так, могу отправить оружие, которое может упасть в минус. А могу отправить людей. А людей у меня и так ноль. Так что пускай. Монголы за монголов воюют. О, Гитлер назвал своим преемником Шпеера. Они обычно довольно-таки. У меня это 99% случаев Бормана, и один раз как-то Гейдрих вылез. Шпеер переведён, кстати. И нормально переведён, не как Борман. Я там вроде бы обещал за него поиграть, но... Я уже столько обещаний понадавал. Надо мной ещё до моклой висюлькой висит Ред Флут, прости господи. Нужно будет как-то с этим комом расправляться. Я не понял. Я не могу улучшить дивизии, но могу их только ухудшить. Может здесь какая-то ошибка и для улучшения тоже нужно 20 опта армии? Короче, они Бенни-Мэ в этой системе улучшения армии, надеюсь, само как-нибудь поймётся. Недолго монголы держались. Да и наши солдатики тоже оттуда сбегают, которые в помощь мы отправляли добровольцев. Ну потому что, а что там делать с этими пушками? Нужно готовиться у себя на родине воевать. На малой. А не, заработала систему с улучшением. Дивизии, наверное, дурак и просто не посмотрел, если у меня командный ресурс. Ну тогда тут всё просто и понятно. А, и можно строить отношения с гражданскими или с военными. Но военные меня и так любят. Да и на гражданских меньше на 10 политиков пауэра нужно. Стабильность в неделю минус 2, блин, многовато. Теперь нужно готовиться к войне с Мэндзяном. Ага, есть два стула. На одном азиаты, точёные, а на другом русские дро... Ааа, сами понимаете какие. И с одной стороны, чуть-чуть людских ресурсов и отмена сегрегации. А с другой стороны, батюшки, организация, изменение профессионализма. Я, конечно, не расист, но 10% к атаке и к защите дивизии, это 10% к атаке и к защите дивизии. А ты с другой стороны, сегрегация, ааа? Вдруг это как-нибудь ещё аукнется, аа? Ну нет, всё-таки сейчас самое важное это хорошая армия. Ну да, ну да, да пошёл я нахер. Мэндзян объявил войну и теперь у меня просто все фокусы пропустились. То есть я и сегрегацией, и с хреновой армией. И ещё меня лишили нескольких заводов. Спасибо. Но, собственно, и пошки пришли за последним куском монгольской степи. Я бы на их месте так не заморачивался. И ждёт Красная Армия, за ней вся наша военная промышленность. Ну какая армия, такая и промышленность. Ну да, ну да. А где, собственно говоря, вражеские армии? И что? Почему города в Монголии называются Монголия? Как-то у потомков Чингисхана плохо с фантазией. В общем, нужно удержать Западную Монголию. Да без бы. А ещё у нас есть отличная система поднятия ранга с рядового до офицера. А именно выборная. То есть солдаты сами себе выбирают офицеров. По-моему, везде где-то применялось. Это никак нигде хорошо не срабатывало. Я помню, что такая система была у буров. Это такие южноафриканские редники. Ну, бадлочи, короче. Но парни жёсткие. Так вот эти редники до сих пор под английской пятой. При том, что сама Англия уже пала давным-давно. Заставляет задуматься. Я сначала испугался немного, когда увидел 3 миллиона дивизий у себя на границе. Но это всё союзники монголов. Точнее, Мэн Дзяна. И им войну нельзя. А сами Мэн Дзянцы особо и не стараются нас таковать. Подруга ли нашу дивизию одну убили, 18 человек, и отстали. А, мне нужно дома одержаться. Ну, постоим, попердим. Вон, армию ещё можно пока поулучшать. Ох, как распоясался погонец. А, зачем ты мой Мэн Пауэр забираешь? Зачем воюешь, всё равно тебе осталось 2 недели. О, американец, который, если выживет, книгу напишет о России. Через нашу территорию и прошёл. Ну, посмотрим, повезёт ли ему в этот раз. Один раз, когда я играл, даже повезло. Это только один раз. Наконец-то могу мир заключить. А ты уже задолбался Мэн Пуэр стерять. У меня его немного. Ага, как бы Мэн Дзян просил помощи у своих союзников по сверле за процветание. И, кстати, удивительно, что они никак не помогли. Тут парочку нормальных японских дивизий. И меня бы смели с лица земли. Но не смели, и хорошо. Аж ивент мировой имеется. И от тайги до британских морей, Красная Армия, всех силеней. Это правда. И раз уж побили епошек, время посмотреть на север к заводам Сибири. У нас даже политбюро есть. Правда, в нём в основном заседают монголы. А чё, нельзя было сразу во все государственные учреждения массово русских генералов посадить? Сами себе трудности создают. У Понц и у Василевского наметился спор. Что-то насчёт санкционирования независимости монгольских уклонистов. И я сам, конечно же, против уклонистов. Так что Василевский слышит об этом в последний раз. Что-то я не понял, нам по фокусу последствия войны дали 3 дивизии и ещё 6 тысяч людских ресурсов. Разработчики война это наоборот, когда дивизии и люди подыхают. И последствия войны я как-то по-другому представлял. Ну ладно, посчитаем, что это люди, которые поняли, что мы суперкрутые из-за того, что бодаемся с самой Японией и решили к нам присоединиться. Тик, и чё по фокусам? Новым? Не, ничего особо интересного. Ну и какой-то генерал Гетман предлагает ещё более ужесточить политику по отношению к монголам, а именно сделать их практически чужаками. Но мне кажется, это уже немного слишком, тем более мне нужна стабильность монгольской фракции, чтобы потом идти захватывать Сибирь. Мало того, что я могу качать надследия сибирского плана в политических решениях, так у меня и вся промышленная ветка фокусов практически с этим связана. Как и у всего региона. На самом деле, вот это разработчики прикольно продумали. Хоть-то обычные фокусы на провышенность, но там два завода тут немного стали. Но при этом у всего этого имеется своя отдельная история. Предлагается какой-то проект, в котором будет описываться будущее участия и монголов, и русских в судьбе России. А что, звучит интересно. В будущем договоре можно написать, так сказать, несколько строчек, которые сильно всё подвинут в сторону русской фракции. А можно честно поступить. Мэээ, ну мы как бы в будущем будем объединять именно Россию. Да и монголы и так довольны, так что сорян. О, позитивные гномики из Томска выпустили какую-то книжку, в леварной очтивов, в которой они написали, какие все остальные вэрлорды какашки собачьи, они одни, хорошие, позитивные и вообще умные. Они, Д'Артаньян и все остальные пии, ну понимаете кто. Ну как до Томска захватим всех этих живых интеллигентов, за их фикшнс вертолётов поскидываем. Как старый добрый пиночет, но немного наоборот. Современное строительное оборудование. Интересно, где они в Танну Чтове нашли современное строительное оборудование? Слушайте так, необычно. До этого во всех моих катках я из рабочих последние соки высасывал. А тут повышение мрот. Какое-то странное ощущение у меня сейчас. Ой, а может пока можно навестить наших больших друзей из Кемерово? Пока они не так сильны и устроить на их территории небольшой рейдик? Туинская дорога, ага, да. Их, наверное, и сейчас-то нет. О, Шиза Царь Сея Руси испугался меня. А это я его боялся, думал, сейчас начну рейд, солью половину армии. Ну спасибо за плодотворное сотрудничество, товарищ Рюрик. Чё, радарные станции? А, зачем? Б, нахрена? Ну ладно. Ещё один выбор. На этот раз модернизация войсковых сил. Но тут и те и другие фокусы какие-то дурацкие. Тут дают заводы, тут винтовки. Тут кавалерия, тут тоже кавалерия, но воздушная. Ну ладно, заводы мне сейчас нужнее. Тем более, что потом я буду на танках ездить, а не на конях. На конях я ездил ещё при Таборицком. А сейчас я играю за кого-то более разумного. Опять какие-то странные выборы. Или минус атака и оборона. И при том минус организации, но при этом почему-то это помечет на зелёном, как будто это что-то хорошее. Или атака и оборона, но минус венообязанное население. А вот хрен знает. Ну я думаю, военнообязку я в будущем как-нибудь ещё получу. Ой, теперь я могу действительно модернизировать армию, а не выбирать тут между двух говен. А, и на это тратится уже опыт армии. То есть может быть потом будет иметь смысл вот ухудшать военные показатели за опыт армии. Мне так и не объяснили, откуда это в Танну Туве вертолёты. И похоже уже не объясняет. А жаль. Это могла быть своя отдельная охренительная история. Стоп, что я уже могу начать атаковать своих соседей? Как-то не заметил. Зима миновалая, весенняя распутица кончилась. Нам не важна распутица, так как у нас, собственно говоря, нет путей. Мы на единственную дорогу проложили. Да, а все, кто умный, уже давным-давно воюют. Время начать красный и крестовый поход за воссоединение России. Хотя монголы могут оказаться недовольны, но кто их спрашивает? Хотя они при том ещё довольны. На данный момент, по крайней мере. Так, а кого первым бить? После Орити можно разобраться по мирному. Ну как по мирному? Не сразу объявлять войну, а сначала предложить им воссоединиться мирно. Ну раз уж я в этой катке адекватный-адекват, то почему бы и нет? Отказываются. И это мне с моими вертолётами-то отказать. Они умрут свободными. Ну то, что они умрут, это точно. Сволочь упиралась. Я хотел нормально по-человечески сдаваться. Ну ладно уж, захватывай тех, кто уже пожёстче я буду в следующей серии. Ну а пока... Пока-пока. Пока.